Здравствуйте! Здравствуйте! А это что у вас за пикет? Одиночный пикет в память Бориса Немцова, который 5 лет назад, по моему мнению, заказал Вова. А что за Вова? Это наш общий знакомый всех россиян. Вова это который из анекдотов или Вова, который в Кремле? Который был в анекдотах, а потом пришел в жизнь каждого из нас. Ага, понятно, понятно. Она приходится мерзнуть на улице. Ага. А Борис Немцов это политический деятель какой-то, да? Да. Это вот которого застрелили на мосту, да? Да, да, да. Молодежь просто вообще не знает. У него проходят, спрашивают, приходится им объяснять. Более средний возраст они такие, мы знаем, спасибо, что вышел. Ну, старики под телевизором говорят, что вот наворовался, так ему и надо. Ну и проходят дальше. Скажите, а вот вы просто вот занимаетесь гражданской деятельностью или вы представитель какой-то партии? Нет, сам активист. Активист, да? Ага. Ну вот, а что вы думаете вообще о правительстве в целом и о политике ВВП? Там статья есть, такая интересная бука. То есть вы боитесь высказывать свое мнение, даже несмотря на то, что наши права прописаны в Конституции, да? У нас в Конституции не соблюдается ни нынешнее, ни будущее не будет. Поэтому я боюсь, у меня семья. А вот вы сказали, что у вас семья, что вы боитесь. А как же правоохранительные органы, они разве не стоят на защите ваших прав и свобод? Они давно уже стоят на интересах тех, кто им платит. Ага. Не в народе, у них акцент стоит. Ага. Скажите, а вот кто-нибудь кроме меня подходил к вам с вопросами, что это за... Да, конечно, конечно. Я устоял в том году, было как-то поменьше людей, проходило, подходило, интересовалось. То ли холодно было, то ли что. В этот раз прям более активно так вот. Говорю, и молодежь в подходе спрашивает, кто это поддерживает. Угу, угу, угу. Вот, 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 сейчас представитель, кто вас купил. Кто вас купил, педерасты? Да. Это, наверное... Это старое поколение по телевизорам, они прям жесткие все, то есть и бабки, и детки прям такие. Это как сказал один стендап-комик, да, что общество разделилось на две группы. Одна группа, которая поддерживает ВВП, а другая, это которая умеет читать, логически думать. Понятно все, понятно. Ну, было приятно... Было приятно с вами пообщаться. А как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, да. Ну, надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.